Это адвентовый календарь с соседями, один туалет и ванна на двоих. Очень красивая такая. Всем привет, меня зовут Снежана, и я безумно рада видеть вас на канале Bird Space. И у меня так много новостей за это время накопилось, давайте во всём по порядку. И первое то, что, знаете, мечты, наверное, сбываются. И сразу к делу, те, кто подписан на мой TikTok и Instagram уже в курсе, и у меня тут есть одна прелесть. Это адвентовый календарь. Как некоторые пишут, в одном TikTok мне написали, что это адвентовый календарь, в другом TikTok мне написали, что нельзя ни адвентовый, ни адвентовый, и нужно адвент-календарь. Но, ребятки, из польского это будет календарь адвентовый. И я ставлю в дарень, исходя из этого знания, и с русским языком мне тоже всё окей и вышибал. Так что это было отступление, но посмотрите. Это просто безумный подарок. Если вы хотите своему близкому человеку сделать приятное, это же просто идеально. Я уже распаковала несколько чисел, все есть в TikTok, но я вот вам парочку покажу. И да, пойду каждый день распаковывать и дальше его показывать. Он просто идеален. И это сделано своими руками. Это безумно приятно. Ну, просто это вау. И я даже не могу передать все свои эмоции, сколько я его хотела. И, наконец-таки, она у меня есть. И каждая вот эта вот ячейка сделана. Есть одно но в этом календаре. Вы можете поставить на паузы и написать, что же пошло не по плану при создании этого календаря. А я вам отвечу. Или же придётся ждать чуть попозже. Ой, это спойлер. Всё-всё-всё, не говорю. И теперь я как ребёнок сижу и играю с этими шариками. Это меня безумно радует. И вот эти вот надписи я, кстати, не все ещё надула. И у меня была претензия насчёт штолс чуть побольше бы таких. Я как бы твой друг. Зачем тебе ещё другие такие же? Я ведь эксклюзивная. Но знаете, что мне ответили? Я просто не могу этим не поделиться. И ответ на самом деле просто на миллион долларов. Потому что друг сказал, что если бы таких людей, как ты, было больше в мире, возможно, больше людей были счастливы, потому что ты есть у меня. А я хочу, чтобы и у других людей были такие же замечательные люди рядом. И это было просто очень мило. И теперь я совсем подругу вам посмотрю на эту надпись. Вы слышите этот звук? И то ли ещё будет? Я реально просто вот сижу и не могу нормально работать. И более этого, у нас теперь с соседями один туалет и ванна на двоих. И как же такое возможно, вы спросите. А пойдёмте, я вам покажу. Мы пришли в мою ванную комнату. Там просто ребята за вот этой вот дверью. Я даже скотчем закрыла, потому что это открывается и дыра к соседям. И, кстати, от этого звука не спрятаться. И уже вчера разговаривала с этими людьми, которые делают ремонт у соседей. Они сказали, что нужно пару дней. И как бы ещё пару дней, там и так уже пару недель было. Но остаётся только терпеть. Не буду грузить вас грустными новостями, поэтому просто покажу рецепт очень вкусных блюд из морепродуктов. Первое — это салатик к рыбе. Я использую рукколу, немного семечек льна и оливковое масло. И обязательно добавьте туда немножко лимона. Прямо можно побрызгать на салатик и также на саму рыбу. Будет очень вкусно. Когда впервые я попробовала это сочетание, мне действительно понравилось. И второе, то, что я могу вам рекомендовать, это опять же используем зелень. Только на этот раз я беру уже не рукколу, а шпинат. Отвариваю креветки и очищаю их. Потом уже на той же сковородке смешиваю креветки. И да, вот мой косячок. Я использую руку вместо того, чтобы использовать какие-нибудь щипчики. И из-за этого раз могла много раз ошибаться и обжигаться. И я вот так вот накладываю и также потом всё заливаю сливкой. И получается безумно вкусно. А знаете, что ещё вкуснее? Если добавить туда сыр. Блюдо не для всех. Даже я его кушаю очень-очень редко. Но иногда можно себя побаловать. Решила сходить вечером в магазин. Кое-что там прикупить. И заодно покажу самую красивую ёлочку у нас в стране. И, кстати, да, я ещё не забрала свою зимнюю обувь. Но всё впереди. Мне просто нужно съездить на другую квартиру и привезти её сюда. Но у меня никак не доходят руки. И вообще времени тоже не хватает. Иду по улице, тут снежок вовсю летит. И дорога дико скользкая. Я уже 15 раз чуть не упала. И в итоге я иду не по вот этой вот поверхности, а по снежку. Потому что я в этих кроссовках улетаю. Они хоть и тёплые. То есть у них там можно от нуля до плюс 20 носить. То есть и зимой, и летом. Но в чём прикол? Они очень скользкие. И я просто, как на катке здесь, надеюсь, я до магазина дойду нормально. Держу вас в курсе. Смотрите, какая красота. Ещё и подсветку сделали. А вот там мишка двигается. Но там фотографируются люди, поэтому не хочу сильно близко подходить и мешать им. Ну что, как вам? Ещё решила подойти поближе и показать. Посмотрите, какие мишки. Очень красиво. Такая детализация. Там птички сидят на дереве. Ой, как красиво. Смотрите, а с обратной стороны олень играет. Пока в магазин обязательно что-нибудь вкусненькое себе куплю. И я вот даже не знаю, хочу я гирлянду или не хочу. Наверное, всё-таки нет, потому что пока что нет новогоднего настроения. Ну и на самом деле я не знаю. Наверное, не буду украшать дом. Хотя... Нет, скорее всего, нет. Кстати, обратите внимание, нет адвентовых календарей, как обычно. Всю жизнь дома у меня были настоящие ёлки. Никогда не было искусственной. Я даже никогда не хотела искусственную, потому что, ну не знаю, мне живая, запах очень приятный. Но сейчас у меня есть увлажнитель воздуха, который с романтизацией. Я купила себе запах ёлочки, хвой, и мне прекрасно. Да, я просто очень люблю шоколадки. Но потом дома вам уже покажу. Да-да-да, я накупила много вкусняшек. Но знаете, во-первых, сейчас грядут праздники, во-вторых, я очень люблю вкусняшки. Допустим, если Милку Орео хоть когда-то можно было найти в Беларуси, то Милку Тофи с орешками, пролине нельзя было вообще. И, конечно же, я сейчас её купила, и там был хороший производитель Австрия. И австрийскую, в принципе, можно брать, потому что, ну, она неплохая. А ещё многие заметили, что я вот такие штуки набрала. Я их уже пробовала в этом магазине, в котором я была. Они были по цене ниже, и я их делаю ещё больше. И это снеки. То есть называются они, конечно же, хлебцы, но это всё равно для меня не хлебцы, потому что у хлебца должен быть иной состав. А это именно снеки, и они очень похожи на чипсы. Конечно, для тех людей, которые едят чипсы, это совсем иное. Но я их не кушаю с 2010 года, и всегда смотрю на состав, когда я покупаю такую вот продукцию. И, конечно же, вот эти вот штучки. Это, как я вам раньше рассказывала, очень полезная, вкусная сладость белорусская. Это у нас журавину с укровой пудрой. Я взяла просто в новогодних упаковках, плюс там были с разными вкусами. Я решила тоже попробовать, потому что раньше я пробовала только два вида, а сейчас появились ещё. И взяла кокосовое молоко, потому что рекомендовала подруга не конкретно эту марку, а просто попробовать. Она не пьёт молочку, не пьёт молоко, не кушает молочку в большинстве случаев. Я решила тоже попробовать. Не в смысле отказаться от молочных продуктов, а просто попробовать этот вот кокос в банках. И попробую, если вам будет интересно, расскажу. И вот такой вот был мой день. Спасибо большое за просмотр, за подписку на канал Birdspace. И с вами была Снежана. Пока-пока! С это Снежана, Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал Birdspace.